Ребятушки, пьем воду, присоединяемся к нам в прямой эфир. Доброе утро, добрый день. Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как натуральная косметика, как косметика в целом. И я позволяю себе сегодня такую тему именно потому, что я имею некоторый опыт в сфере эстетической косметологии, в массажах. И кое-что за время своей работы я для себя открыла. Сегодня у меня в эфире специальный гость. Скоро она ко мне присоединится, я расскажу вам о ней. Я предложу вам альтернативные способы ухода за собой. Мы поговорим, почему стоит пользоваться натуральной косметикой, что вообще такое натуральная косметика, что входит в состав натуральных косметических средств. Мы поговорим об альтернативном уходе за собой и разберем некоторые моменты привычного ухода за собой, почему это не работает или не всегда работает, почему у нас возникают некоторые неприятные эффекты, когда мы вдруг начинаем комбинировать средства косметические, либо когда мы отказываемся от какого-то средства, почему у нас возникают какие-то нежелательные эффекты. Доброе утро! Я хочу тебя представить с вами удивителем. Сейчас я представляю вам Каеву Жасмин. Это удивительная девушка, с которой я не так давно познакомилась, и она очень вдохновляет меня в последние дни. Мы очень много беседовали, когда готовились к этому эфиру. Мне приятно осознавать, что есть такие люди, которые думают в том же направлении, что и я. До сих пор у меня не было единомышленников на эту тему, на тему косметики, на тему такого же подхода. Мы очень разделяем позицию друг друга, поэтому решили провести этот эфир. Жасмин занимается также разработкой собственной косметики, собственной линии, которую она создала по своим рецептам. Очень долго она к этому ушла, и сегодня мы в эфире об этом узнаем из ее. Жасмин, хочу немножко подвести, сделать небольшую подводку, почему мы вообще об этом разговариваем. Ведь косметики много, большой выбор, на упаковках все написано, как пользоваться, как часто, состав, все написано. Почему мы вообще об этом сегодня разговариваем? Ну, наверное, потому что на самом деле каждая косметика имеет свои особенности, и потом в процессе уже пользования мы начинаем замечать эти особенности, да, и не всегда они позитивные, и даже если нам долгий промежуток времени что-то подходит, потом вдруг что-то происходит, вот как было в моей истории, да. И ты уже, если захочешь ее более подробно, я сейчас могу рассказать. Конечно, конечно, давай расскажем. Ну, в общем, история была такова. Это 5 лет назад, после уже родов получается, у меня ребенка было на тот момент уже 5 лет, у меня были сильные, очень сильные проблемы с кожей и с кожей головы. Именно реакция шла уже на все. Я перепробовала аптеки, магазины, там, в общем, это был огромный путь, это были дерматологи и косметологи, дошло до того, что мне предлагали ракултан. Если кто в курсе, это такой препарат, после которого 3 года вообще нельзя беременеть, потому что это может привести просто к тому, что ребенок может родиться невдоровым. У тебя был гормональный сбой в связи с беременностью, и тебе предложили гормональное средство, которое очень сильно влияет на репродуктивную среду. Да, что именно было, они так и, в общем, мне ставили атопический дерматит, плюс мне ставили вульгарные угли, вот, и решить эту проблему просто так не было возможности, плюс выпадение было прям очень сильно, и болячки прям на коже головы большие, чесались ужасно, зуб на все шампуни, на любые дорогие, дешевые, неважно, марка, профессиональная, аптечная, то есть на все абсолютно была реакция. И я уже просто поехала в РКИ, я там замолилась вместе силой, дай мне там просто сил, Господи, да, понять, что, как стать, как сделать так, чтобы моя кожа вернулась в нормальное состояние, в первозданной, которая у меня была еще давным-давно, да, в юности. Я понимала, конечно, что как бы возраст и все, но все-таки я знала, что есть способ, я в него верила. И когда мне уже никакие мои, ни дерматологи, ни косметологи не смогли, как говорится, помочь, да, я уже просто к природе пришла, я взяла, я начала ополаскивать волосы травмами, я начала мыть лицо травмами, да, тоже не сразу у меня все начало проходить, это был путь долгий достаточно, да, но когда произошло, у меня первое озарение, я сделала свой первый, ну, тогда еще в виде мыла был, шампунь, да, на травах целебный, природный, у меня прекратилось выпадение, и это был первый звонок, что я направлена в путь. Но ведь не все так гладко сразу проходило. Почему переход на натуральные средства не всегда складывается так гладко, как бы хотелось, да, потому что, ребят, есть эффект отмены. Во-первых, натуральные средства действуют совершенно не так, как действуют косметические средства синтетического состава, да. Натуральные средства больше имеют накопительный эффект. Также нужно понимать, что с чем совмещать можно, а что не следует. Если вы делаете что-то самостоятельно, да, какие-то маски, либо тот же тоник, если вы готовите. Как бы само действие средства может быть хорошим, но вы можете переборщить с концентрацией, например, так. Либо если уж я зацепила эту тему как эффект отмены, то что это значит? Это значит, что пока вы пользуетесь средством, каким-то вот вы новое средство купили, вау, эффект супер, вам нравится, да. Вначале все хорошо. Да, да, вначале все хорошо. Потом вы чувствуете эффект, ну, начинаете спадать, или, может быть, вы думаете, что вам его недостаточно. Вы что-то новое берете, другое, да, ищете. Ну, мы же постоянно в поиске. Тем более наши косметологи всегда советуют нам не останавливаться на одном средстве, а иметь два-три средства, которые мы будем время от времени чередовать друг с другом. Так ведь? Есть вот такие недостатки. Что мы делаем в такой момент? Мы не пытаемся проанализировать компоненты. Тем более, если это шампунь или средство косметика какая-то натуральное, мы же думаем, ну, натуральное, точно не от этого. И думаем вот на другие вещи, там, на стресс, на еду, на что-то другое. В то время как, как раз этот эффект отмены с вами и происходит. Это значит, что в течение пользования этим продуктом вы привыкли, ваша кожа привыкла, и потом, когда вы перестаете восполнять ее определенными компонентами, которые входили в ее состав, она начинает чувствовать себя, как чувствует себя наркоман после отмены его наркотика, да? Ну, грубо говоря, конечно. И постепенно нужно дать коже перестроиться, нужно дать коже жить без этого компонента. Для этого нужно время. Ну, естественно, мы любим, что трасса и все сделалось, да? Конечно, это бывает. Но если мы говорим про эффект отмены, то здесь это, ребят, не работает. Нужно время. Мы же что делаем? Мы на него снова подсаживаемся и продолжаем в том же духе, уже не получая прошлого результата, уже просто пользуясь им потому, чтобы возникали вот такие моменты неприятные. Заметь, на натуральную, ну, истинно натуральную косметику, да, такого не бывает. То есть я могу вообще неделю ничем не пользоваться, я могу уехать куда-то, даже что-то с собой нельзя, ну, по крайней мере, в течение дня. То есть там какое-то маслице, какое просто, я знаю, что подходит, оно не комедогенно, я могу использовать без крема, и мне кожа скажет гораздо больше спасибо, чем если я возьму какое-то средство, на которое у меня потом впоследствии может что-то возникнуть. То есть комедогенное. Этот вопрос часто я слышала от своих клиентов. Ребят, сейчас я уже не практикую, и, кстати, если вы заметили, мы с Жасмин сегодня проводим день чистой кожи. У неё этот день каждый день, а у меня не каждый день. Сегодня я присоединилась солидарно с ней, я абсолютно без косметики, так что призываю вас поддержать нас, поставить нам сердечки, по крайней мере, и попробовать в том же духе. Расскажи, что такое комедогенный. Ну, комедогены – это масла, которые могут вызвать высыпания, которые могут забить поры. И самое неприятное то, что они часто бывают в тех кремах, которые, в принципе, и для проблемной кожи тоже идут. Или в маслах каких-то, да, в сборе масел, типа там аромамасла. Вот. Если у комедогена, то сразу можно заметить проблему. Через какой-то там буквально на следующий день у вас раз, и быстренько эти вот высыпания пошли. У меня вся косметика не комедогенна, кроме той, которая идёт 35+. То есть она уже идёт для более взрослого, на самом деле, поколения женщин, которым хочется разгладить морщинки. А как раз жирные масла, которые комедогены, они как раз обладают способом разглаживать эти морщинки. Да. Ну и под веки, естественно, там можно более жирные масла использовать. Если у вас глаз уже прям алмаз, да, вы можете заметить комедогенные эффекты ещё до того, как появились высыпания, вот буквально чуть-чуть до. Вы увидите, что в ваших порах собирается жирок, вот, который можно выдавить. Особенно это хорошо видно на Т-зоне, либо вот здесь на подбородке. То есть, ну, на носу, понятное дело, да, практически у всех на носу, вот эта часть лба, если у вас эта зона жирнеет быстро. И либо вот тут подбородок, тоже там есть широкие поры, в которых при комедогенном воздействии крема сразу же скапливается вот то, что вот хочется так подавить. Девочки, нельзя ни при каких обстоятельствах кожи своей вообще лучше не прикасайтесь. Только умывайтесь, что-то нежненькое, лёгкое наносите. Потому что при любом попытках это всё как-то выдавить, вытравнировать, это всё распространяется и увеличивается в размерах быстро. К сожалению, при использовании таких агрессивных препаратов, как сегодня привыкли использовать, особенно подростки, да, ну, или по женщинам, которые не очень любят свою внешность, при таком жёстком воздействии невозможно не травмировать кожу. Давай поговорим немножко о подростках. Может быть, нас будут смотреть мамы. Я даже не надеюсь достучаться до своих подростков, потому что у нас сейчас такой прям тренд на большое количество косметики. И я не надеюсь, что они меня услышат и вообще, что они смотрят этот эфир. У меня вот на выставках были несколько очень молоденьких девочек. Они приходили, интересовали, что я делаю. То есть, ну, просто вот им интересно было. И я понимаю, в принципе, они, наверное, видят в этом какую-то вот звёздочку, понимаешь, горящую там где-то. Потому что, на самом деле, косметика, ну, нативная, да, она не будет вот этих вот вещей делать с кожей подростков, которые могут сделать там, ну, самый масс-маркет популярные бренды, которые изначально и подсушат, и как бы это всё вот завуалируют. А то, что внутри у человека, да, они чистить ведь не будут. А самое главное – это то, что у маленьких, у молодых, у юных ребят, почему у них высыпание идет, у девочек, да, это гормоны. Ну, в первую очередь, идём, лечим гормоны, да, ну, как бы элементарно сдаём анализы, узнаём, что нам нужно делать. Вот с этого и начинаем. Сло здоровья суток. А не с того, чтобы это всё закрасить, там, маску надеть и ходить, как будто никто не понимает, что на тебе вот такой слой штукатурки. Да всё прекрасно, всё видят. Конечно, всё видно, и вас будут оценивать по вашему отношению к себе. Как бы там ни было заманчиво налепить себе ресницы, наклеить ногти. Девочки, давайте сразу договоримся. Я прошу прощения, если я буду сейчас говорить своё мнение, которое отличается от вашего. Я очень уважаю вас, и у вас накладные ногти, вас такими, какие вы есть. Но сегодня мы говорим о натуральной красоте, поэтому в этом эфире я буду немножко больше за отсутствие, скажем так, этих накладных штуковин. Ощущение, оно же передаётся от любви к себе, всё зависит. Если ты не любишь себя такой, какая ты есть, какой ты проснулась, ну, значит, в чём-то есть причина. И она где-то глубоко, опять же, в психологии, скорее всего даже, а не в том, что ты, в принципе, себя не любишь, потому что все мы прекрасны от природы. А вот именно возродить вот эту нативную природную красоту, вот такая косметика, которая истинно природная, она поможет. Я не говорю, что я единственный производитель такой косметики. На самом деле очень много девочек, которые действительно хорошие вещи делают. Они варят мыло из щёлочек, как и я там, да, они создают чисто на маслах какие-то вещи, на травах, порошковые, природные, которые действительно несут пользу коже, а не губят её. Хорошо, мы вернёмся к косметике, поговорим о ней подробнее чуть позже. Сейчас я бы хотела еще сделать вот такой вот акцент, да, на подростках. Почему подростки? Понятно, что мы когда стареем, нам хочется замаскировать свои морщины, женщины готовы на всё, чтобы, ну, немножко продлить свою молодость. Да, почему это происходит? Наверное, потому что мы ближе к 30, да, уже созреваем к тому, чтобы полюбить себя наконец-то, да. Может быть, у многих это чувство приходит чуть раньше, и я очень рада за вас, если у вас это чувство раньше приходит. Могу сказать тебе и собственного опыта, что, ну, вот мне к 30, да, у меня уже седина на висках появляется в этом году. Они заработаны нами за жизнь. Это не просто там какая-то, понимаешь, вот, ой, морщинка, как это плохо, как это ужасно. На самом деле это хорошо. Это вот ты страдала, ты плакала, и вот она, эта морщинка, люби эту морщинку, зачем её потанцировать? Какой-то, конечно, поддерживай здоровье кожи. Опять же, есть множество компонентов, которые при правильной дозировке они очень классно будут омолаживать, и не нужны никакие там инъекции, уколы и прочее. Да, совершенно верно. Ну, вот о девочке молоденьке, они находятся в таком прекрасном периоде, когда вот она только из девочки становится женщиной. Она ещё как женщина себя не знает. И вот это такой тонкий психологический момент, когда она должна научиться себя полюбить, воспринять себя, и потом дать возможность другому человеку раскрыть её потенциал, раскрыть её женственность, полюбить её, войти в её мир. Для того, чтобы это сделать, нужно быть вот прям вот собой, прочувствовать себя, дать возможность этому человеку полюбить себя. Иначе что получается? Ты с такой нелюбовью к себе, с такой агрессией, отношением к себе, с таким приятением себя, идёшь и хочешь, чтобы тебя любили. Я смотрела лекции Марка Бартона. Это психолог, которого я в последнее время люблю. Он мне дети, он разбирает проблемы мужчин и женщин. Он приводит такой пример. Вот говорит, ты не любишь вот этот кофе, да? Вот я тебе, Русмин, скажу, ну выпей этот кофе, он мне не нравится. Ты мне что-нибудь ответишь? Я не хочу. Ну, пожалуйста, ну я не люблю его. Ну вот, а ты выпей. Ну ты скажешь, если бы я, ну его выпить, я бы выпила. Ну, а ты его не хочешь, а почему ты его не любишь? Ну, полюби его, пожалуйста. И вот я тебе пихаю, вот хочу всучить этот кофе, а ты его не хочешь. Почему? А что ты его должна любить? А кто его любит вообще? Кто должен его любить? Ну, максимум ты. Вот если я тебе скажу, Жасмин, очень классный кофе, вот рекомендую просто, тогда ты не подумаешь, полюбить его или не полюбить. По крайней мере, ты не хочешь, так? Тем, что тебе он нравится, ты можешь меня привлечь к этому согласию. Да, да, да. Так я любовью к этому кофе, ты можешь предложить разделить со мной это чувство. А если я не люблю из-за себя, как я могу предлагать любить себя другому человеку? Это как-то непрактично и неправильно. Вот, поэтому нас особенно, молодым девушкам, я, наверное, сейчас буду такая смешная в этом эфире, такая всё, о-о-о. Из меня прёт эта тема, ребят, уже давно, это совсем не про Италию, но это прям важное. Я об этом говорить ещё буду не раз, так что оставайтесь со мной, если вам интересна эта тема. Давай поговорим про нативную косметику. Ты сказала слово нативное, и я знаю, что это слово новое для большинства людей. Есть несколько разных вариаций этого слова и того, как понимают его производители. Потому что в моём случае для меня нативное – это врождённое, но не означающее, что, допустим, я где-то на клеточном уровне буду восстанавливать вашу кожу. Это не вот в этом смысле. Нативная косметика – это в том смысле, что я буду возвращать этой косметикой вашу врождённую естественную красоту. То есть та красота, которая у вас была вот в 15-м, в 10-м лет, в 8-м лет, да, вы ходили все с красивой, ровненькой, гладенькой кожей, у вас не было там высыпаний, там, морщинок каких-то и так далее. И вот эта нативная косметика, она потихоньку, постепенно, вот к этой вот красоте назад как бы время вспять, понимаете, вот она так делает. Как это происходит, да? При, во-первых, отказе от всякой химии, да, кожа начинает самовосстанавливаться. Вообще человеческая кожа – это такой орган, которому свойственно самовосстанавливаться. Чем меньше мы её терроризируем, травмируем, что-то делаем с ней, тем она будет лучше. Я вообще считаю, что любая кожа может стать нормальной. То есть нет такого, что вот у меня сухая кожа, и всё, это конец, я должна постоянно вот прям вот что-то делать, чтобы она у меня была влажной, вот у нас есть крем и так далее. Любая кожа может стать нормальной. При правильном питании, да, при правильном водном балансе, а также самое главное, когда вы используете средства, не перенасыщая их, не подсушивая как раз, да. И если даже жирная, допустим, кожа, это не значит, что ей не нужно увлажнение, ей также нужно улучшить кожу. Просто немножечко иные компоненты требуются. Вот вставлю свои пять копеек, а особенный вот бич, который я замечала в последние годы работы, это жирный тип кожи, но его состояние высушенное, это вообще финиш. Как-то появился термин, это вот именно обезбоженная жирная кожа, как-то так. Обезбоженная жирная кожа, совершенно верно. Ну, у меня была, получается, сухая, переходящая в этапический дерматит, тоже ведь докатилась, правильно. Я не говорю, что я сразу таким вот, не ангел, мне как сказать, что я сразу к такой натуральной косметике пришла, да, что я сразу там сказала, вот я не буду ничего такого химического, я вот с детства такая была, да ничего подобного. Девочки, я также красилась во все цвета рады, и у меня также был тонный слой косметики, тоналок, пудр и прочего. Я все это пережила, просто я вдруг осознала, насколько это губительно было для меня лично, поэтому я, собственно, от этого и ушла. И речь ведь идет не только про косметику, речь идет, в принципе, и про питание тоже. Потому что иногда складывается впечатление, что мы воспринимаем нашу кожу как пищеварительный орган, накладывая на нее всего. Ну, понятно, что сначала тонну косметики, а потом эту тонну косметики хотим компенсировать такой же тонной кремов, масок и так далее, накладывая на нее, начиная от огурцов, заканчивая, я не знаю, какими-то эффективными. То есть надо понимать, что кожа, она хоть и большой орган самого человека, но это не пищеварительный орган, и она не принимает все через себя. Конечно же, если мы говорим про инъекции, например, вы применяете какое-то средство с гиалуроновой кислотой, либо делаете инъекции с гиалуроновой кислотой. Вы хотите накачать себе губы там, или вы хотите убрать носогубку, вы себе закололи гиалуронкой, и там ходите 2-3 месяца. Потом еще можете возмущаться, что, например, у меня как-то быстро прошел эффект, наверное, плохой у меня косметолог. Блин, гиалуронка расходуется всем организмом, независимо от того, куда вы ее кололи. Поэтому как раз такой пример дает возможность рассматривать, вот с моей точки зрения, кожу нашу как пищеварительный орган. Ну, практически, да, то есть мы вот сюда вот ввели для того, чтобы гиалуронка разошлась по организму. Ну, нафига? Почему ты вообще ушла из косметологии? У тебя знания ведь очень глубокие. Почему ты решила оставить эту тему, и вот блогер больше сейчас переключился? Это очень большая тема, на самом деле. Я заметила, что, наверное, моя причуда состоит не в том, чтобы наносить маски и кремы правильно там или как-то последовательно, а моя причуда больше в энергетике. То есть я, когда делала массажи, дошла до определенного ощущения, что я работаю больше с энергетикой, чем с техникой. Некоторые клиенты это понимали, но их было меньше, чем те, которые хотели какой-то эффект технический, а я вот делала свой план. Короче, я входила в транс в итоге. Я это делала больше интуитивно, нежели осознанно, потому что тогда у меня не было цели какими-то такими практиками энергетическими заниматься. К тому же со временем я прочитала книгу про рейки. Одна моя клиентка, кстати, принесла мне даже в руки эту книгу, говорит, вот почитай, мне кажется, тебе это будет интересно. И когда я прочитала ее, я поняла, что то, что я делаю, это интуитивно были какие-то техники, похожие на рейки. То есть я своей энергетикой чувствовала человека, чувствовала его проблемы со здоровьем и пыталась их решить возможными способами, ну, либо как-то его ровно. Да, но дело в том, что я не умела отключаться от этого. Это шло, вот текло, знаешь, поток. Отключаться от него я не могла. В итоге это катилось до того, что я видела всех и вся, меня это жутко утомляло, и потом меня прям чуть ли не... Ну, не то чтобы депрессия, но меня это сильно грузило. То есть как-то нужно было научиться, да, с этим работать. Я не стала в это углубляться, потому что меня смутило, что для того, чтобы стать рейкистом, нужно поехать в Минск, там какие-то курсы пройти платные, а все вот эти коммерческие дела меня уже не так уж сильно забавляют, и потому что мне не хотелось тратить на это деньги, а потому что я считаю, что энергетика – это бесплатный ресурс, который не нуждается в дополнительных инвестициях. То есть я лучше буду делать так, как я чувствую, чем я... Ну, конечно, подсказки какие-то нужны, это да, ну, интернет в помощи, ничего страшного нет, если я не буду делать по их технике, я придумываю свою. Ну, в общем, таким образом я поняла, что, наверное, я не так близка к косметологии, мне было интересно заниматься ею немножко с другой, со своей позицией, объяснять это своим клиентам я не стала. А потом просто как-то жизнь меня повела в совершенно другое русло, я уехала в Италию, оставила косметологию, здесь в Италии я уже делала свои массажи, косметологию нет, потому что в ней трудно применять энергетику. А массажи, да, есть, я какое-то время еще делала здесь массаж. Однажды меня перегрузило вообще все это тело полностью, у меня еще и личные пошли какие-то неполадки в жизни, ну, то есть у меня был конкретный перегруз энергетический, и не было временного становления, я в Тоскане целый год ничего не делала, только смотрела на свои холмы, ходила по ним, дышала. Мне нужно было познать себя, потому что из-за шума, вот, понимаешь, о людях из-за шума, из-за вот информации, которая поступала в меня в последнее время, я перестала слышать себя, такое ощущение, что я была вообще никакой незнакома, я была постоянным каким-то каналом для потока энергии. Я чувствовала, что я иссякла, вот, в глобальном смысле этого дома. Для того, чтобы возобновиться, мне нужно было кардинально что-то предпринять. Просто сходить на феанс массажа мне бы не помогло. И тогда, когда я оказалась в Тоскане, прям жизнь меня привела сюда, мне нужно было это. Я оказалась как раз в тех условиях, когда я спокойно могла прислушаться к себе, и это было страшно. Это было страшно. Но об этом в другом эфире. Давай поговорим про твою косметику. Как раз в тот момент, когда я жила в Тоскане, я стала заниматься сбором трав, мне стало интересно познавать растения, стало интересно узнать, какие именно растения растут в этой зоне, если собирать липу, делать себе чаи. Расскажи, какие у вас растения, чем ты пользуешься, собираешь ли ты сама, либо ты откуда-то берешь. Вот немножко про компоненты хотелось бы узнать. Ну, у меня, получается, в компонентах идут природные, все абсолютно составляющие, да. Что-то я заказываю, допустим, активы для кремов, там уже такие более для сывор, тогда я заказываю из Франции, из Израиля. А в основном идут у меня травы башкирии из эко-мест. Очень люблю я аркаим, честно, я удивляюсь, его травы такими огромными целебными свойствами обладают. Но единственное, их нужно чувствовать. Вот травку, я не просто вот так вот пошел, да, вот охапку взял, домой принес, посушил и пьешь, и она не так, что поможет. Тут энергетически должен быть с травкой диалог во время сбора. Это тоже такие свои тонкости, можно об этом как-нибудь тоже отдельно поговорить. Вот, ну то есть это именно особенность уже, скажем, сбора, хранения трав и так далее. А плюс у меня есть возможность, допустим, кто-то из подруг едет в какую-то страну, я говорю, привези мне, пожалуйста, отправь мне просто посылочку. Да, и она мне отправляет там, вот из Крыма мне в этом году пришли отличные просто розы, там женщина своими руками их собирает, они настолько, я не знаю, я таких роз уже никогда не видела. Это аромат волшебный. Я думаю, до следующего года мне хватит, но в следующем году нужно будет снова искать эту женщину обязательно. Я сама тоже что-то покупала уже на рыночках, там местных, да, лавочках. Я узнавала все, ну там что-то собирала. Я вообще жила, у меня с трех сторон лес был, когда мы ездили в Сочи. И я там весь лес ходила, хотя мне было ужасно страшно, там змеи, там реально змеи. У меня даже не побок не было, я одевала мешки на ноги, понимаешь, завязывала их и ходила в поисках вот этих вот самых классных травок, которые, просто больше нигде их не достать. Понимаешь, потому что там свои целебные эффекты, тут свои целебные эффекты, травки везде разные. Ну вот, допустим, там рост шелкей, хотя вот в нашей зоне я его редко встречаю. Ну он бывает, да, но там вот прям его много было. Мята там была не такая, как у нас совершенно, это другая мята. У нее аромат прям лимончика такого, прям вот очень приятный такой. Я нашла две лаванды, два сорта лаванды. Я сейчас вращу на подоконнике их. У меня в загородье они начинают, уже прижились, да, уже начинают давать дальнейшие ростки. То есть я вообще мечтаю лавандовое поле застать. Потому что лаванда, на самом деле, уникальная такая травка. Она успокаивает, она лечит, она избавляет от вирусов. Это вообще прям вот классная штучка, короче, я ее прям вот обожаю. Также розмарин, там, допустим, мирт вот сейчас у меня растет, да, но это уже потихоньку. Кто знает, что я люблю, они начинают мне дарить такие всякие травки. Я что-то выращиваю дома, что-то заказываю, опять же. Вот ингредиенты в основном такие, плюс масла. Это жирное масло, это эфирное масло. Эфирное масло я сейчас у определенной фирмы только хочу брать, и вот у меня уже есть определенное количество этих масел, и я ухожу от всех других фирм, потому что я нашла в них действительно красивые, классные масла, которые раскрываются хорошо и для кожи хорошо. Это редко когда и как бы аромат красивый, и для кожи. То есть там обычно, допустим, даже лаванда у нее столько сортов там, что какая-то идет просто для аромата, какая-то именно для косметологических целей больше подходит. У Прованс лаванда она самая ценная, потому что она растет во Франции, там на горе, а все, что растет в Крыме, допустим, это уже не лаванда, а лавандин, но мы тоже называем лавандой, потому что эффект у него ничуть не хуже, на самом деле. Другое дело, что Прованс, оно и тут уже в капельках добавляется, в крем, и это уже прям вот вау-вау-вау, оно и стоит дороже, принято выше как бы, ну, то есть тут такие вот всякие нюансики маленькие. Вот, естественно, что в псевдонатуральную косметику, да, как у нас заявлено в теме, туда все это тоже может добавляться в каком-то количестве ограниченном, другое дело, что там вот эти натуральные компоненты, они могут соседствовать с такими, как силиконы, парабины, причем этих силиконов может быть как много, так и мало, но в любом количестве они на кожу будут оказывать свой эффект. Вот ты, наверное, сможешь рассказать более, точнее, как бы, как нам вообще объяснить нашим слушателям, что такое силиконы, парабины, как они влияют на нашу кожу, где они действительно нужны, а где они вообще нужны. Изначально они были придуманы для какой-то цели, собственно, как и все, что придумано в этом мире. Сейчас не будем умираться долго в историю и в химию, да, могу только лишь сказать, что если, например, вы сделали какую-то чистку, либо какую-то, ну, такую травматичную процедуру на лице, то здесь силиконы оправданы, потому что жирная пленка способствует закрытию кожи, да, это как защитный барьер от микровов, от солнца того же, да, при определенных условиях это помогает коже производить свою глубокую восстановительную функцию, да, а то есть защита, она с кожи снимает, соответственно, разгружает ее, да, снимает с нее вот какие-то дела, которые может взять на себя крем, и кожа занимается непосредственно... Вот ей не приходилось с внешним бороться, да, получается, что она только выходит в креме. Да, в креме она крем на себя забирает, и внутри кожи спокойно происходят все процессы. А при постоянном использовании такого чего-то? Ну, как это? При постоянном использовании, во-первых, мы недополучаем витамина Д, кожа не контактирует с ветром, с воздухом, она не дышит, она не обдувается, возникает парниковый эффект, извините меня, отсюда, и вот эти все... Потому что комедогенное масло создает, да? Комедогенное масло, да, высыпание. Почему возникает? Во-первых, потому что забивается пора, да, то есть нету возможности кожи даже дышать, а во-вторых, потому что у кожи есть еще и удивительный какой-то эффект, да, удивительная функция. То есть помимо дыхания, там изнутри еще что-то может выходить. Если я пользовалась каким-то жирным кремом, потом я нанесла, например, базу тональную, а потом еще сверху это запудрила, вы не думайте, что вы смоете это своим гелем, сразу, пора смыл. Это нужно производить глубокую чистку, вы смоете что-то, что наверху находится, на том слое, который вы наштукатурили, а у нас же куча и пор, в которых это все не так и просто достать из которых потом. Большинство косметических слез добавляются как поверхностные вещества, так и глубинные вещества, которые рассчитаны на накопительный эффект, на глубокое действие. Но спрос все же, да? Предложение на те, которые дают быстрый эффект, естественно. Я сама такой же была, в принципе, и сейчас понимаю, что, наверное, от этого просто нужно потихоньку людей как бы отвадить, говорить, что девочки, ну давайте посмотрим на реакцию, давайте чуть-чуть подождем, вы сами увидите все, я не навязываю никогда ничего. То есть я говорю, вот у меня есть вариант, допустим, помочь от выпадения, от акне, да? То есть это все излечимо на самом деле, но это в первую очередь работа идет с организмом, не с внешним каким-то наслоением, вот этим вот, которое на самом деле эффекта не даст, оно со временем только ухудшит ситуацию. Ну, у меня вот муж в этом плане очень интересно всегда говорит, он понимает, что это может быть в современном мире звучит как-то не очень, но он говорит, давным-давно, люди же не пользовались кремами с силиконами, там были травы какие-то, были масла какие-то, которые они добывали, они как-то умудрялись жить и прекрасно себя чувствуют с этим всем. Да, сейчас как бы наука далеко вперед шагает, но мы же можем выбирать для себя, у нас же есть право выбора, а что, собственно, я хочу? Я хочу себя мазать вот этим вот и с неожиданным эффектом, да, с неожиданными последствиями, или не хочу? Вот это выбор индивидуальный, короче. Ну, понимаешь, требования к внешности тоже разные, да, раньше женщина ходила, извини меня, с потрескавшимися пятками и чувствовала себя красивой женщиной, или с отвисшей грудью ходила, медальонов сюда себе навесит, там сиськи до кука болтаются, кто-то себе размер ноги уменьшал, всё это, конечно же, было. Вопрос в том, что сейчас требования к себе таким образом строятся, что они не соответствуют естественному состоянию человека. Ну, кстати, вот сейчас тренд, естественно, сейчас наоборот возвращается, мода, естественно, слава богу, и я думаю, что мода, естественно, она сам же никогда не уходила и не проходила, потому что, ну, любой человек же сразу видит, кто перед ним, дело даже не в том, любишь ты себя или не любишь, да, пользуешься ты чем-то или не пользуешься, самое главное, твоё самоощущение, вот каково это, чувствуешь себя, вот не до конца настоящий, скажем, да, вот всё, и готова ли ты принять себя настоящим. Ну, на самом-то деле, причины скрываются не в том, что у тебя там уродливое лицо, у тебя, не у тебя, в смысле, а у зрителей, да, если вам ваше лицо не нравится, нужно найти причину, задать себе несколько вопросов, например, зачем, есть такая техника, они сейчас много рассказывают в интернете, я тоже могу вам ее передать, техника пять, зачем, сейчас я буду импровизировать, может, я где-нибудь собьюсь, но смысл в этих пяти, зачем, как бы каждый сам для себя определил, значит, я хочу накраситься, я хочу там губы себе там накачать, зачем, зачем, для того, чтобы себя увереннее чувствовать, например, да, зачем, я иду в общество, допустим, да, я буду среди людей таких же, как и я, в этот момент мне нужно быть похожими на них, допустим, да, вот для этого. Хорошо, третий вопрос, зачем ты хочешь быть похожим на людей, которые не похожи у меня в этом обществе, как свои, ну, как вариант ответа, да, еще раз, зачем, да, ну, да, получается, что я не принимаю себя такой, какая я есть, и хочу подстроиться под это общество, если вот докопаться, да, то есть фишка в том, получается, что когда ты задаваешь себе несколько этих вопросов, зачем, обычно даже пяти не нужно, обычно даже меньше хватает этих вопросов, для того, чтобы понять, что суть вашей, вашего запроса не в том заключается, чтобы исправить какие-то свои дефекты внешние, сколько для того, чтобы, сколько в том, чтобы какую-то свою моральную сторону подправить, либо замаскировать, а это уже, извините, работа с психиатром, а не с косметологом, решить свои глубинные какие-то страхи, свои сомнения глубинные, решить, проработать, может быть, прожить снова какие-то конфликты, которые у нас когда-то состоялись, мы уже о них не помним, но они где-то вот у нас под корки сидят, и дают нам взглянуть на вещи другими глазами. У нас в психиатре не занимается лечением, именно вот в плане выслушивания, там, твоих проблем и так далее, я просто писала об этом книгу, поэтому, ну, это у нас с тобой будет и вот эта тематика, поэтому я знаю, что на самом деле в России занимаются психиатры, они в основном лечением медикаментозным занимаются, плюс, то есть там в основном такая уже специфика, плюс, может быть, какой-то способ выяснения диагноза и на основе его составления лечения, все в принципе. У нас психологи занимаются как раз напрямую с человеком, с его проблемами, они все это разбирают, у нас очень много психологов, есть и частные, и в каждой практической школе, в каждом практическом медучреждении есть свой психолог, к которому можно обратиться, но это не значит, что мы сейчас все пойдем к психологам, потому что на самом деле сейчас даже в Ютубе, да, информация столько, что разобраться со своими внуковыми проблемами вообще не составит никакого труда. Возвращаясь к теме про косметику, почему мы вообще затрагиваем тему даже психологии и даже психосоматики. Все это идет очень близко в параллели, да, восприятие себя, и нужно четко понимать, какие у нас с вами потребности, либо у нас проблемы с кожей, либо у нас проблемы с личностным восприятием, с самооценкой, либо еще с чем-либо. Нужно честно признаться себе в этом, не нужно вот давить на себя, да, и говорить, либо говорить, нет, нет, типа вы фигню говорите, несете чушь, меня это не касается. Ну, дайте себе возможность признаться себе в этом где-то далеко, не показывайте вида, что вы признали себе в этом. Вы можете оставаться как бы внешне при своем, но где-то вот себе признайтесь, если это действительно так, потому что это поможет вам чувствовать себя спокойнее, становиться в своих знаниях выше, лучше, это же в любом случае рост. Я за любой рост, за любой саморазвитие, то есть если у нас происходит какая-то дисгармония в жизни, да, разберись, если у тебя пришел какой-то агрессор, это твой учитель, пойми эту ошибку, исправь ее, правильно? То есть вот я вот так воспринимаю жизнь, в принципе, все происходящее, поэтому, ну, наверное, это будет одним из таких главных, ну, получится ответов, да, на вопрос, почему вообще девочки им приходится краситься такой косметикой, которая вредна? Ну, о вредности ее мы уже раскрыли. Я знаю, что в свою косметику, кроме выбора компонентов, ты вкладываешь еще кое-какой компонент. Да, у меня есть секретный компонент, потому что если я буду писать абсолютно полностью весь состав, меня скопируют, и окутница не станет просто в этом мире, вот, поэтому, конечно, у меня пока нет патента, я никогда не раскрою полностью состав, но он, в любом случае, этот состав проработан, продуман, рецептура там классная, и здоровье, как бы, для себя я лично эффект вижу, мои покупатели тоже, в принципе, многие уже оценили, многие в процессе находятся, потому что, я говорю, это не быстрый процесс, если вот мне от того, от ульгарных углей, атопического дерматита, выпадающих волос, болячих, потребовалось 5 лет, да, ну, когда я могу прям вот заявлять, что все, девочки, у меня прекрасно все, в плане вот этого здоровья, то это, наверное, все-таки, ну, процесс длительный, не быстрый. Помимо кремов, все-таки задумывайтесь о том, что вы сами из себя представляете, что бы вы сами могли для себя сделать, может быть, самый лучший крем для вас будет, это ромашка, заваренная в воде, но с любовью, я знаю, что ведь ты заряжаешь свою косметику энергетикой, не только варишь ее и делаешь ее физически, но еще и возишь вместо силы для зарядки ее энергетически, так ли? Немножко не так, я вожу камни, из которых я создаю украшения, они у меня все заряжены в РКИМе, а энергию для создания косметики и знания, да, так скажем, не те знания, которые я нахожу в интернете, а те инсайты, которые меня посещают, когда я создаю определенный крем, вот сейчас я скажу, вот прям вот как есть, да, у меня есть два средства, это крем и шампунь, которые просто идеальны, вот на мой взгляд, они идеальны, я к этому очень долго шла, это не одного дня было действие, это были попытки, обязательно попробуйте, это были попытки, это были вот прям вот долгие поиски, но я, это вот оно здесь, и знание и энергия, она идет из РКИМа, без подпитки духовной у нас ничего не создастся, все в жизни, все, что вокруг нас когда-то было мыслью, для того, чтобы, вот допустим, я не знаю, вот эта ручка, да, чтобы она появилась, это нужно было материализовать, и оно же пошло из духовности, понимаете, точно так же, любое место силы, оно является источником духовности, и оно дает знание, энергию, а уже создание косметики, это уже процесс, который происходит, когда ты оттуда взял что-то для души, естественно, ты должен отдать, многие говорят, благодарите Господа, просто так благодарить, мы обязаны, естественно, каждый день, но отдать мы что-то можем, вот мы даем, да, вот допустим, ты просишь, я хочу то-то, 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 Господи, помоги мне, ну ты скажи, а я дам тебе, что ты дашь, что ты дашь людям, а моя задача, она помочь, она вот, я с детства, я родилась, кстати, 25 декабря, это по старому календарю, Рождество Христово, и вот, по-моему, 25 декабря праздновать, вот я родилась в этот день, и у меня с детства было осознание, что я родилась для того, чтобы помогать людям, и все, что я не делала, оно идет из этих целей, то ли я книгу пишу, то ли я косметику создаю, то ли я украшения создаю, да, я всегда несу вот этот посыл изнутри, что это должно вот с такой целью быть сделано, иначе, зачем я вообще, я кто здесь, я просто проводник, понимаешь, это энергия, которую слышит, и вот все. Как хорошо с вами зафиналиваем этот эфир, Жасмин, спасибо тебе большое за твои откровения, это действительно было откровением, и мне было очень приятно встретиться с тобой сегодня в этом эфире, мы сегодня не успели обсудить все вопросы, это большая тема, которая затрагивает не только косметологию, но еще и очень такие глубокие струны души, которые у каждого свои, друзья, я желаю вам найти ваше место силы, мы сейчас не говорим о религии, мы сейчас говорим о вашем мироощущении, о ваших тонких струнах, о вашем потоке, который вас наполняет, о том, что дает вам энергию каждый день, вставать с постели, делать ваши привычные дела, я желаю вам творчества, я желаю вам вдохновения, я желаю прожить вам этот день полной грудью дыша, заряжаясь позитивом, Жасмин, желаю тебе всего прекрасного, можно с твоей страны тоже пожелать всем девочкам любви к себе, понимание, осознание, что они прекрасны, прям вот с утра проснулись, посмотрели на себя, да я прекрасна, да я замечательна, вот такое чувство, ощущение, мне не важно, сколько вам лет, какого вы вероисповедания, как вы выглядите, вот это вот ощущение, пусть оно будет с вами всегда, потому что каждый человек, он на самом деле звездочка в этом мире, которая для чего-то пришла. Ребят, подписывайтесь на мой канал на YouTube, если кто-то еще не подписан, спасибо большое, всем пока.